Это ТНТ Мьюзик, проект Цвет Ответ, и я его ведущая Аня Покров. В этой студии звездные гости открываются совсем с другой стороны и звучат по-новому. Сегодня у меня в гостях блогер, единственная реально поющая девочка в Dream Team House, похитительница мужских сердец и моя подруга по совместительству Леонель. Всем привет! Привет, Леон, давно не виделись. Да, не ехали сюда на одной машине. Что, тебе не понравилось мое высказывание про похитительницы мужских сердец? Нет, все достаточно прозрачно, тонко, лаконично. Не, ну да, парочку сердечек-то. Леона, в этом шоу твою судьбу решает цвет. Всего их семь, и каждый из них – это определенная тема. За всю программу сегодня мы обсудим три темы. Они никак не связаны между собой, и выбирать ты будешь сама, случайным образом. Тебе нужно придумать стоп-слово. Прямо сейчас. Подождите. Любое стоп-слово, какое первое пришло в голову? Давай. Штаны. Штаны. Все, не знаю, зачем. Смотрим на экран. И в любой момент называем стоп-слово. Стоп. Штаны. А, блин, извините, штаны, извините. А, штаны на желтом, штаны на желтом. Желтый цвет. Нет, где желтый цвет? Знаешь, что нас обозначает? Нет, не аллергия, а, не знаю. Популярность. Реально? Да. Леона, ты вообще считаешь себя популярным человеком? Нет, абсолютно. Нет, у тебя миллионы подписчиков в соцсетях, в тиктоке, в инстаграме. Ты выступаешь на главных сценах, ты сидишь у меня здесь, на моем шоу, на ТНТ-Мьюзик, и ты не считаешь себя популярным человеком? Популярные люди, это которые уже там, например, фиты с муми-троллем, с басковым, как бы тоже хочется. Но так пока что просто блогер, уже плавно переплывающий в артиста, я надеюсь, дай боже. Ты готова пойти на все ради популярности? Ну, не на все, не на грязные там делишки, а так. Вот, давай сейчас мы и узнаем, на что ты готова. У меня есть несколько выдуманных ситуаций. Твоя задача просто пофантазировать и дать мне максимально честный ответ. Гоу. Гоу. Итак, ситуация. Тебе предложили сняться с Шелби в совместной фотосессии, которая принесет тебе 250 тысяч подписчиков. Согласишься? Наверное, нет. А почему везде вставляют Шелби? Нет, ребят. Ну, потому что у вас какие-то натянутые отношения. Всем интересно. Нет. Пожалуйста, я уже тебе пообещала, Лиана, закрой рот на этой теме. Подожди, ты не обязана рассказывать. Просто скажи, согласишься ты на совместную фотосессию, если тебе это принесет 250 тысяч новых подписчиков? Если мы с ней будем в хороших отношениях... Давай без если да кабы, прямо сейчас. Согласишься или нет? Наверное, нет. Нет, скорее нет. Ты настолько ее не любишь? А что? Какая ты крыска! Нет, я ее не то чтобы не люблю, просто я не могу с человеком усисюкаться, типа мило-мило. Я не могу усисюкаться. Ладно. Профукала ты свои 300 тысяч новых подписчиков. Одна фотка. Следующая ситуация. Тебе предложили совместный трек с Роули. Но он станет всемирно известным. Что скажешь? Трек станет всемирно известным. Но это фит с Роули. Согласишься? Да. А, какое да, если нет? Подожди, первое слово, второе, второе, второе. Почему нет? Боишься, что Диана расстроится? Нет, там другие ситуации есть еще. Ну а еще Диана, да. А может с Фоггелем лучше? С Фоггелем лучше, да. Но с Фоггелем не будет мировой популярности. А тут вот был такой шанс. Знаете, мне кажется, можно. Вот у меня нет лично непризненных, но к человеку так себе. Короче, да. Ну он много, много говна на самом деле совершил. Но ты готова закрыть на это глаза, если этот трек стрельнет. Короче, у меня... А, тут нет правильного и неправильного ответа. Все хорошо. Я бы, наверное, тоже записала бы фит. Нифига себе, потом тебя будет пивер слушать. Ну просто представь. А тут фит с Роули. Если мне понравится демка, которую он мне скинет, да. Ярослав предлагает тебе сделать самой популярной участницей нашего дома. Но, но. С тем условием, что ты должна убрать четверых человек из этой команды. Ты согласишься или нет? Знаете, во-первых, я это не сделаю, потому что мы друзья. А во-вторых, никак невозможно стать уже самым популярным участником Дрим Тима. Потому что уже есть закрепленные люди. Подожди, ну есть, это же предлагаемое обстоятельство. Ты же не со всеми хорошо общаешься в Дрим Тиме? Со всеми. Ну, четверых можно найти? Нет. Ну вот так, с натяжечкой. Абсолютно. И ты самая популярная девчонка? Сейчас? Нет, ребят, на самом деле я не выгнала. Я же их люблю, они мои. Бестис. Ладно, не прокололась. Они это будут видеть, да? Следующая ситуация. Тебе предложили пиар-роман с Егором Шиповым. При этом ты получаешь супер выгодный контракт с Блэкстаром. Согласишься? Честно, из Блэкстара я знаю только бургерную. Я вообще не шарю за их там песни и так далее. Поэтому типа роман а-ля в Шипперице, да? Нет, прям роман. Вы должны ходить везде, целоваться, обниматься. А, нет, целоваться так намеренно не буду. Вы что, я? Ну как, роман, чтобы люди поверили. Самое главное. Отношение? Самое главное – это любовь. А на что согласишься? Если тебе предлагают пиар-роман с Шипом, и за это крупный контракт с Блэкстаром, и ты становишься тоже суперпопулярной певицей. Не, знаете, вот если просто шиппериться, просто вот не надо целоваться, то да, конечно. Типа, вот мой хороший, мой мальчик, я так в него влюблена. Сыночек мой, да? Да, можно так. Но это смешно. Отлично. Засчитано. Тебя зовут на крутой лейбл. Снова, да? Смотри, сколько предложений. Обещают классную карьеру, но нужно заключить контракт на 10 лет и уйти из Dream Team. Твои действия. Для меня контракт – это просто матерное слово. Я боюсь этих очень сильно, поэтому я не буду подписывать никогда в жизни. Кстати, икс-сопом, раньше подписанного на 10 лет. Да, по-моему, и сейчас они подписаны на 10 лет. На 7 лет. Ребят, это при условиях, что они решают за тебя твою прическу, сколько будет так далее. Я в зелень, я не хочу перекрашиваться, поэтому... Прошу не селень. Я была зелень. То есть, не согласна на добровольное рабство, даже если самый крутой лейбл. Я была в рабстве, скажем так. Я люблю Dream Team, поэтому я... Тем более, там нет контрактов. Ну, а вообще, я бы не ушла. Это и рабство. Погнали в следующую. Погнали. Ты уже топовая певица, собираешь стадионы, выпускаешь одни хиты. И тебе предлагает фит-артист, которого вся индустрия считает прям очень кринжовым и неприятным. Ты в том числе. Но он готов заплатить тебе 5 лямов за фит. 5 лямов с чего? Руплей? Тебе в евро подавать? Подавай. Ну, прям сейчас. Это мы опять... Если бы Роули, вот опять же начинаем тему Роули. Если бы предложил, то... Нет, скорее всего, я же так популярная, у меня же так до хрена денег. Ты считаешь Роули самым кринжовым таким неприятным человеком? Я считаю его кринжовым чуваком, да. Но... Я предлагала его прям в топ своих самых неприятных мне людей. Мне тоже. Я вообще не знаю, зачем я согласилась с ним на фит. предыдущая в этом, что тобой руководила. Я не знаю. Повелась на популярность. Скорее всего, прости. Ты, оказывается, продажная штучка. Поздравляю. Ярик, задумайся. Ярик, я не собираю... Не хочу уходить в древесину. Не выгоняй. И я предлагаю отбросить все это и пойти на студию и заняться любимым твоим делом. Я не выдохну, девочка, ведь я выдохся. Но скучаю так сильно, когда не видимся. Поклялись на мизинце, что не расстанемся. Хоть и знал, что мы сильно с тобой поранимся. Я, я. Новый день, новый отель, не заправляя постель. Каждый день тысяча дел, но ты моя главная цель. Отдал тебе все, ведь так надо. Хочу свою любовь обратно. Выдоха, боль и твои духи. Как бы не хотел, но нас я не могу спасти. Выдоха, боль и холод внутри. Подожги меня, подожги. Выдоха, боль и твои духи. Как бы не хотел, но нас я не могу спасти. Выдоха, боль и холод внутри. Подожги меня, подожги. Почувствуем у холода на моем худи Целую тебя в губы и пофиг, что скажут люди Ты забираешь в это оффайты или гучи Ведь все мои шмотки идут тебе намного лучше Твой сломой ринтон, тебе к двери динь-дон Говорю о чувствах, ты покраснела, как не он Отдал тебе все, ведь так надо Хочу свою любовь обратно Выдыхаю боль и твои духи Как бы не хотел, но нас я не могу спасти Выдыхаю боль и ход внутри Подожди меня, подожди Выдыхаю боль и твои духи Как бы не хотел, но нас я не могу спасти Выдыхаю боль и ход внутри Подожди меня, подожди Леан, давай выбирать следующий цвет гол помнишь что нужно делать столь слова штаны штаны на зеленом я только что говорили знаешь что сегодня у нас обозначает зеленый цвет мои челку тик-ток комьюнити но близко близко к тебе ко мне все мы подходим сейчас мы обе будем отвечать на вопросы надо нет очень честно отвечать возможно узнаем друг о друге что-то больше готова куда больше гол я зачитываю вам ситуации а вы честно и коротко отвечаете да или нет если меня заинтересуют подробности то я имею право их узнать а вы не можете отказаться готовы бронет готовы погнали снимали тик-ток с кем-то только ради охватов не да подробности но в самом начале как минимум когда я приехала dream team и и я знала единственного человека да не лохин едка думаю надо на снимать с ним тик токов чтобы мое что мои охваты выросли чтобы мой тик ток тоже вырос я сама пришла грида не тик ток снимем к тебе на странице он такой давай сейчас это это сам он уже мечтает снять тик ток со мной а вначале я реально прям была нацелена поснимать их токов зданий потому что он был самым популярным мальчиком тик токе вы когда-нибудь прибегали клик бейт у да да каждый день подробности клик бейт ну типа байтить покрасила волосы сделала байта правило чтобы не приходили люди да ну примерно еще что-то пожестнее такое мышь было нет кстати у меня еще жестко у меня уже жесть это волосы мои которые красиво зеленый неинтересно ну постоянно то есть тик ток аудиторию в инсту типа расскажет только там нет на самом деле я противне таких штук потому что это сразу доверить и по блогеру пропадает тебя ненавидит засрать коментах на которой взгляну отрывать подряд прости я залила шесть байта подряд не путай разгаду и палка как говорится просто я покрасилась от 3 голоса такая а почему бы и не хайпануть так сказать поэтому я залила 6 опозитория и закрыла коменты знаете это большой секрет закрыть коменты чтобы тебя них перенасосили снимали милые тик токи с парнями чтобы ваши перели подписчики да с кем с кем то спал страной все мои от эти вот самые мужики нет на самом деле больше всего я намеренно ни с кем не шипер ну и стараюсь не шипериться так получается что постоянно с витерфорком шиперят и мы такие типа ого видосик снимем прикольный типа из минус вы оба знаете что ваши перет и вы такие почему вы не подснять видосик привлечь еще аудиторию подогреть интерес мы подогреваем дай боже не на самом деле да реально мы знаем что наши перет такие давай 7 тут ты про любовь например моя любовь спичка поджог классный трек спасибо принципе в тик токи очень и очень популярна тема шипериться и причем это делать не блогеры подписчики это они сами там что-то додумывают а нам что не снимать теперь совсем с мальчиками ребят ну даже если мы просто станем возле человека нас будут шиперить а как же артур аня киборг-кубийца артур сейчас придется скалкой вас разнимет эта пара какая-то неорганичная вот так обычно отойди от него швабра давайте дальше изображали симпатию к блогерам хотя на самом деле вообще не переносите их нет ну нет наверное так нет хотя бы раз использовали идеи зарубежных тик токеров для создания своего контента постоянно радовались уходу кого-то из дрим тим да подробности на самом деле все участники которые ушли из дрим тима они ушли по обоюдному согласию и поэтому я действительно радовалась мы долго это обсуждали долго к этому приходили я хорошо отношусь к этим людям начала до оправдываться все но я правда хорошо отношусь к этим ребятам но я рада была когда ушел даже тема в это форма ли ему что он сам этого хотел он сам хотел учить dream тима я радовалась когда ушли настя с владом потому что эта история уже изжила свое то есть они там ну совсем уже не участвовали в жизни дрим тима хотя сейчас на шоу говорят вообще какие-то странные вещи про нас нам тоже есть что сказать но мы просто не будем опускаться ты еще радовалась скажи солнце я не радовалась когда ушла оля шелби тут твой выход нет я не буду ничего говорить я просто скажу то что я была рада когда ушел артем ватерфорк потому что он этого очень сильно хотел мне две недели жужжал на ушко то что когда уже когда я такая я была рада правда я рада вам захлёб просто но я была рада голосовали против кого-то чтобы самим остаться в хаусе нет такого у нас не было вы завидуете более успешным тик токером нет отчасти да ну не завидую просто хочу такое же типа думаю что ну просто иногда и себя прям ругает к а вдруг черная зависть и я начинаю за это сильно очень сильно ругать но если ты зла не желаешь этому человеку знаешь не ну типа нет это не зависть ну смотри допускать мысль этом я хочу так же почему меня не позвали почему она не я это же тоже отчасти какая-то ну возможно хорошая ну ладно как считаете вам завидуют другие тик токер и да да отчасти например ну короче ваня саша вика нет на самом деле мне кажется просто много есть таких крысок и типа сколько слухов идет о том что они там порчен на основании так далее многие просто ребята которых есть аудитория они мечтают там тоже в пайт прим тима не мечтают работать с яриком вот а у нас это все есть и поэтому бич 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 вы следите за количеством чужих лайков до подписчиков до медиа активности кто эти люди все кто круче они не круче нас но самый крутой ватерфорк осталось у него вообще мне кажется не сдвинулись по лайкам вообще ничего вас бесит кто-то из бывших участников хаоса не бесит нет тебя нет ну слушай мне это настолько уже как пыль старая тема что мне уже просто плевать я уже успокоил я вчера отписалась для того чтобы просто от кого отписалась ну а тут от оли ты абсолютно нейтрально абсолютно просто вот эти все ситуации все нейтрально тебе нет ненависти просто типа ну было это и было забыли вам важно что о вас говорят в блогерской тусовки да вы когда-нибудь хотели удалиться из соц сетей да леонарь хотел удалиться из всех соц сетей так это было сто лет назад это ну типа плане того что когда я ушла на год из блогерства это было год назад то я думала все уже идти на работу там сажать картошку там польшу на клубнику но нет но типа было мнение такое что я уже не интересна никому психанула да потому что актив падает как тип падает видео не снимается что еще делать типа уходить тик тока из инстаграма так поступают только слабаки я знаю такая сейчас я уже сильно это чё отказывались петь вживую чтобы не опозориться нет отказываться не отказывались просто поем под фонограмму когда надо испытывали симпатию кому-то из хаоса да да подробности подробности господи знаете вот этот вот краш просто появляется пропадает периодически постоянно у меня был крашена конечно же в артёма ватерфорка потом у меня даже проскользнул какой-то краш когда-то на янгера потом на кого еще кстати мне кажется виски на кого мне не рассказывали краша это даня никогда я продаж не представляю его в роли парня ли я говорю я просмотрю на то как он стоит типа передо мной и такая вы занимаетесь каждый вечер dream team и ни разу краш не проскользнул не проскользнул то выводу он меня обнимает на ухо шептет такое типа а новенький новенький нет кстати на него нет но он классно вот это ваши совместные поездки и реальчики на диване и тик токи нашли местные поездки это со съемок на такси и в магазина звуковку соедомой вот эта романтика не на самом деле он нормальный чувак пусть и нормально общаемся мы просто два украинца знает и вот а так у нас нет ну вот именно почему-то у меня в голове сейчас именно ватерфорк и когда-то янгер но сейчас янгер ты мне не нравишься и мы конечно с тобой крыски какие мы с собой да получается все время подружки мы еще и отвечали практически одинаково заметила будто бы живем вместе ну бред какой-то сказала прости ладно погнали тогда третий цвет убирать может вместе скажем штаны давай раз два три штаны и у меня есть супер тема для тебя знаешь как называется как лионель торговец знаешь такого чека эльфа торговец не знаю когда в игре играл куличу максим кутаник странный короче сейчас будет жаришка мы сейчас будем собирать твой личный хаус а вы мне дадите вот эти вот несколько миллиардов там типа что я себя чувствовала нет подожди подожди просто представь что-то ярик миллиардов не будет сегодня ясно 500 рублей смотри у тебя будут участники и у всех от одного миллиона подписчиков но ноль медийности тебе нужно выбирать чисто по харизме какой-то личной симпатии внешности таланту буду тебе давать пары и ты будешь из них выбирать одного Егор Шип или Егор Крит кого-то возьмешь к себе в хаус кого-то одного они не медийные ну нет не как они сейчас да нет ты выбираешь чисто по внешности харизме медийности ноль талант талант ого да тут ну давайте крит как ты еще думаешь крит крит Егор крит почему потому что он у него приятный тембр по моему голосу по моему ну я его песни есть у меня парочку и он красивый он краш вот знаете именно тот самый краш которого нам дома не хватает согласна инстасамка или Мия Бойко блин Мия чудо наверное взяла бы блин инстасамку потому что у нее тоже есть вот интересно но ты знаешь их характеры одна бич вторая булочка ну Мия не булочка ну Мия очень приятная я с ней прям она приятная но она далеко не булочка да так потому что ей да лампочки на ну я не знаю давай ты возьмешь сучку или булочку скорее всего блин а дремтим участникам чтобы жила с нами нет свой хаос ты создаешь давай а все инстасамку берем как быстро она решила мы ее выдрессируем в хорошую самку воспитаем давай Валя карнавал или Рината Ри Рината Ри почему потому что Рината она прям знаешь вот эта вот фраза как она чувствует она прям очень чувствует она ну харизма она знает что делать и а у Вали Валя очень красивая но у нее обычный контент вот вообще типа обыкновенный а вот Ри она будто бы вот чувствует она эстетичная ты бы как продюсер взяла бы Ри потому что больше видишь в ней перспектив не Вале тоже вижу просто Ри она необычная а Юля Гаврилина или Дина Сайлова Юля Гаврилина потому что она мне ой пипец нравится и Анель ловит краш на Юльку в пульку мне когда у нас дома знаете в сравнении тут девочек всех я такая Юлю дайте мне Юлю она очень красивая что в ней такого что тебе такое не знаю я как только вот так мой взгляд бросается в нее я просто Юля возьми меня полностью не просто Юля она необычная тоже вот у меня на таких типа меня вообще на фриковатую внешность тянет но она не фрик может нет она她 бокал и в хорошем плане вот она красивая просто Юля да Юля Гаврилина встречайся со мной Юля Гаврилина встречайся уже с ней бросай свой Балликарнавал да акт может дальше Артём Ватерфорк или Лунаком Артём Ватерфорк он вообще не дослушала реально он вообще уникум Артём Ватерфорк юля Гаврилина нет он вообще уникум потому что Артем Ватерфорка это единственный человек хейтер у которого мне кажется вообще zero Ну, типа, я иногда хейчу, когда он там мне не отвечает и так далее, или с кем-то снимает, но вообще, он типа юмор, харизма, что еще у него есть? Да все, хватит. Полный набор. Да, необычный. Сложный выбор. Только не Аня Покрова-Малю. Даня Милохин или Артур Бабич? Блин, а вы знаете, что? Да, это не об этом. Нет, знаете, здесь Даня Бабич, Даня Бабич. Нет, на самом деле, я не знаю, ну, потому что Бабич, вот тогда, когда я на него подписала еще до Дрим Тима, это просто самый любимый блогер в мире был, я его, парень простой, слушала постоянно, вот это все. Ну, знаете, очень сложно, очень сложно. Когда я познакомилась с ним в жизни. А не два, а, кстати, в жизни, у нас только постоянное время с Артуром отношения, ну, какие-то, ну, чуть-чуть недопонимания, может быть. Какие там у вас отношения? У нас, точнее, нет отношений с Артуром Бабичем. Нет, у нас просто, а Даня, я прям... Давай, выбирай, Даня или Артур? Очень сложно, очень сложно. Поняли, что ты сохнешь по обоям, но давай, Даня или Артур? Обои. Нет, типа, наверное, Даня. Отличный TikTok house, отличная беседа. Как тебе вообще сегодня у меня в гостях? Очень сильно необычно разговаривать с тобой под камерами, потому что нельзя сказать торэп или так далее что-то. Но вообще мне очень понравилось. Все, можно. А, можно, да, торэп. Все, не, просто, просто понравилось, да. Ты очень красиво сегодня пела. Спасибо тебе большое за то, что пришла. Я тебя люблю, встретимся дома. С вами была я, Аня Покров, Леонель и шоу Свет Ответ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, какие вопросы вам понравились больше всего и кого бы вы хотели видеть в следующий раз. Пишите новых детей. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok